Монумент Победы в Освободительной войне был открыт на площади в Абадузе в Толине 23 июня 2009 года в 0 часов с наступлением государственного праздника Эстонии, Дня Победы в Освободительной войне. Памятник представляет собой бетонную колонну, покрытую стеклянными панелями со светодиодной подсветкой, на которой стоит крест свободы. Первый эстонский орден, учрежденный в 1919 году для награждения отличившихся в Освободительной войне Эстонии 1918-1920 годов, история, идея создания памятника войне за независимость, посвященного всему народу, родилась еще до ее окончания. В 1919 году, в 1936 году был принят закон об установке общегосударственного монумента в память об Освободительной войне. Подготовительные работы были прерваны Второй мировой войной и последовавшими за ней событиями. После восстановления государственности Эстонской республики в 1991 году заново встал вопрос о создании общенационального монумента в память об Освободительной войне. Весной 2005 года парламент Эстонии принял решение, что монумент в честь победы в войне за независимость будет воздвигнут на Площади Свободы в Таллине. В 2006 году был организован конкурс на лучшую идею проекта. Поступило более 40 работ. Победившим был признан проект «Либертаз». Авторы проекта – Райнар Штернфельд, Андри Лайдри, Кадри Кихайанта Саве. Генподрядчиком строительства выступала фирма «Селандир» и «Айту Сау Ю». Во время Освободительной войны 1918-1920 годов погибли 3588 эстонцев, воевавших на стороне Эстонской республики. 13 775 человек получили ранения. Изображенный на колонии крест свободы двух класса и степени, высшая награда за личное мужество, не был вручен никому в истории. Конфликты вокруг монумента. Монумент состоит из изображения креста свободы, в центре которого содержится символика, использовавшаяся еще до начала Второй мировой войны. Позднее 20-я эстонская дивизия СС позаимствовала данный символ с незначительными изменениями. Но факт того, что символика появилась до начала войны, многими не берется в расчеты. Некоторые считают ошибочно крест данью памяти, связанной со Второй мировой войной. При подготовке фундамента монумента было обнаружено неизвестное ранее захоронение двух бойцов Красной армии. Просьба антифашистского комитета Эстонии остановить в связи с этим строительство, чтобы идентифицировать останки, была проигнорирована. Из-за дороговизны, подозрений в коррупции и постоянных поломок монумент превратился в объект насмешек. В конце декабря 2009 года Министерством обороны Эстонии было объявлено о разрыве договора с фирмой-строителем монумента. В качестве причин было названо затягивание ремонта памятника и неудовлетворительное качество выполненных работ.